здравствуйте шкодоводы ну и просто зрители сегодня мы поговорим про нашего всеми любимого адского механика но кто в курсе тот в курсе короче что этот человек выпустил новый ролик про то как точнее про то чего не стоит делать с кондиционером но я не служу за его канал просто получилось так что как-то утром пошел я в уборную по делам взял свой планшет открывая там в рекомендациях этот акер ну посмотрел я его ерунду суть его ролик в том что короче вы красавец машину то в машине же много пластика среди синтетических материалов то вы просто когда машина стоит надолго на солнце нагревается то в салоне выделяется очень много бензола по его словам чуть ли не смертельная доза и когда вы садитесь можете вдохнуть а тем более включите кондиционер вам прям в лицо это будет ударная пачка бензола вы просто получаете чуть ли там не смертельную дозу и портить свое здоровье но не все так плачевно как говорит наш адский механик тем более если у вас skoda для начала разберемся что представляет опасность многие пластики при нагреве представляет опасность это вы посмотрите свой дом там такие балконы чего сделал натяжные потолки панели всякие пластиковые окна но пластик пластику рознь если у вас ps пластик полистирол то он вообще никак не держит нагрева он при любом нагреве выделяет какие-то вещества из него делаются одноразовые посуды для холодную продукцию но если у вас полипропилен то вам ошибка бояться то нечего сначала нужно узнать чего сделана машина это легко сделать вас видите в салон машины если в машине присутствует уже в новом машине резкие химические запахи такие как в ниссанах в салон киа ездил там дешевых моделей сразу присутствует запах но на просмотрелся киева стинге там уже более-менее нормально все это но там 2 миллиона 400 если у вас привет присутствует резкий химический запах то это уже гид о том что этот салон машины для вас не будет полезным в оздоровительном плане как узнать из чего сделаны ваши детали ну сам простой берете тебя то все пиринцы например машину двигаете т.п. т.п. то вы работе берем таблетку пп полипропилен идем дальше открываем единственную русскую деталь в нашей шкоде бардачок чтобы записано т.п. п. е. это полипропилен и полиэтилен полипропилен выдерживает без выделения ременных веществ до ста тридцати градусов и него делается одноразовая посуда для горячей пищи стаканчики вообще не крайне не советую вам лить кипяток он сразу выделять всякие ады химикаты ну и так я там по вскрывал другие панели везде полипропилен это говорит о том что уже шкода как бы у нас позаботилась по сути вообще хороший производитель должен хороший производитель должен заботиться о своих покупателях и делать вообще из негрючих материал свой салон но это скорее всего ерунда но как видите мягкий пластик он дорогой и качественный вообще по сути если разобраться это адский механик он не разобраться в ситуации он привел данные одно не место одной американской фирмы которая проводила исследование что при долгом нахождении автомобиля на солнце в салоне концентрируются всякие вредные вещества которые выделяются при нагреве химических элементов салона но не только из-за пластика также в этом участвует обивка сидений все другие материалы потолок это все нагревается весь пластик нагревается какого-то мере при определенных условиях начинает выделять какие-никакие да вредные вещества как сделать так чтобы как можно меньше было выделение вредных веществ я делаю так сейчас покажу что является основным элементом нагрева автомобиле пристань к автомобилю под прямым солнечным лучом естественно это черная наша панель что нужно сделать надо уменьшить площадь нагрева для уменьшения количества выделения вредных веществ вашем салоне ну естественный понижение температуры в этом нам поможет просто-напросто вот такая вот фольга которая продается там за 200 рублей в любом магазине я оставлю когда-то я знаю что я долго буду там где-то ходить вашему стать на солнце я просто присоски я уже потерял тогда наклеится так он нам присутся к стеклу это вообще в заказе салона присутки потеряно это еще остался старой машины я просто так ставлю вот эту такую фольгу и уже площадь нагрева уменьшается температура в салоне уменьшается может я вчера это все проверял меня два дня машина стояла на одном месте на самом солнечном месте двора потому что я там чуть-чуть прихворал я просто вчера вышел в обед померил температуру было довольно-таки жарко поставил экранчик и сегодня также в обед подошел забрал машину температура салоне была значительно значительно меньше но это еще не все что нужно делать перед тем как вы например идете с семьей закрыли машину ну как это делать сюда я я без этого адская механика все это делал если вы смотрите мой канал давно то вы знаете ух ты какой жук у нас и смотрите хоп она я отсюда если вы давно смотрите мой канал то знаете что первым ролик был про чудо чудо свойств нашего брелка перед тем как сесть машину я иду себе к машине я просто нажимаю открываю машину с брелка и открывая все окна пока мы подходим к машине естественно автомобиль уже проветривается и все возможные ядохимикаты которые были которые могли скопиться салоне они естественно выветриваются что дали садимся включаем зажигание у вас сразу горит кондер кондер выключаем что я ну я только что им пользовался и просто можете если прогнать воздухом или более простой способ вас уже как бы сказать просто воздухом прогнали если совсем все правильно делать на небольшую вентиляцию например включили на салон чтобы быстрее было все пошла вентиляция он сейчас открывается пошел воздух но ты совсем как и те же что правильно делать он все выгнал освежил воздух в салоне потом закрываем наши окна ну и чтобы как сказать не получить простуду от кондиционера включаем кондер например представляем температуру на 23 например можно также оставить для более сильно и покидаем салон пускай пока машина себя остужает там тема тема такая что лучше включать поддув в салон не направляем на все потому что если будет например слушайте как извинился звук мотора потому что по полной программе работает кондер остужает салон на 1 поток воздуха не на стекла не на лобоуху а в салон для того чтобы избежать как сказать возможной трещины стекла так как вы можете получить зону разряда грубо говоря холодного и короче холодный воздух на стекло может повредить его вот и все а когда бы равномерно сначала столь эти салон меняется вся площадь температуру стекла и уже трещина вы не получите чем если например будет на узко направленный поток холодного воздуха на какой-то участок стекла стекла стекло раскалено например как сегодня по 45 градусов температур была и машина стояла у меня почти полдня на жарком солнце 8 утра чтобы все это избежать делайте крем говорю все грубо говоря температуру мы понизили заходим салон температуру ухту даже очень холодно ставим на лобовуху убираем короче поток отсюда все пришло на лобовуху снижаем и теперь поговорим о кондиционере вообще акер был неправ он думал что только бензоле но сам кондер может поставить себе опасно в том что и все его творче обслуживают если вы почитаете руководство эксплуатацию написано что раз в год кондиционер необходимо обслуживать обслуживание кондиционера дорогого удовольствия поэтому есть такая методика даже две одну методики люди пусть того как например покатали с кондиционером они выключать кондер и например чуть-чуть только его просушивают не повышая температуру например поставим 20 градусов и вот на таком потоке они принудительно его как бы гонять и просушивают но что просушить эти люди одни люди думают что надо просушивать фильтр воздушный который в бардачке типа от кондиционера то попадает влажный воздух во влаге как вы все знаете рано или поздно кто-нибудь начнет жить тем более когда вас фильтр меняется редко в нем собирается пыль но раз в год это стабильно менять в идеале два раза в год другие товарищи пытаются остудить сами элементы кондиционера типа там собирается влага и вот таким образом они его просушивают и тем самым как бы избавляется от грибка скажем так возможной среды обитания грибка сырости кто прав не знаю напишите я это вопрос только начал изучать далее чего вообще стоит на самом деле бояться этот ваш любимый акер папакер не разобравшись ситуации выпускает ролики то американская фирма который проводил эти исследования но они выявили там не только бензол на самом деле очень много различных веществ содержится в нагретом салоне автомобиля формальдегиды разные фенолы там фтулина в ключе потому что салоны если только у вас богат дорогая очень иномарки у вас натуральной кожи и дерево только там у вас практически мало чем может образоваться во всех остальных салонах в какой-то степени где-то больше это меньше но все равно будет образовываться те или иные вредные вещества даже в салоне шкоды вот мы например проветрили салон мы поехали но панель то нас нагревается дальше просто в меньшей степени будет выделяться вещества но это не так сильно стоит бояться гораздо больше вреда мы например можем получить находясь в пробке от угарных газов или например вы вылочитесь например за какой-нибудь фурой или старым камазом который коптит все думают у вас фильтр все дела но угольный фильтр он как сказать не военного действия он посещает так пыль там а всякие яда фенеката держать не будет и тем более если вы опять экономите и смотрите мои ролики вы знаете что воздушный фильтр фильтр розень тот же например фильтрон который многие ставят стоит там 400 рублей он уступает по плотности покрытия вот этим касается состав угольным оригинальному фильтр который ставится в skoda ну там не прямо оригинале там манновский фильтр они манские фильтры они более плотные покрытия у них у фильтрона посмотрите мой ролик увидите сами покрытие там разное надеяться надеяться на этих фильт фильтра большого толку нет гораздо проще просто-напросто или если уж там кратковременно замените включить на рециркуляцию воздуха или просто держаться на дистанции таких машин от выхлопа ну что тоже выхлоп который идет снизу ваш машина засасывает и забирает его в ваш салон и такая тема еще есть когда вы долго едете с кондиционером например там по трассе на или в городе продолжительное время и здесь у вас воздух все равно ухудшается салоне какого-никакой грязный воздух улице будет чище чем тот воздух например даже пять человек в машине то вообще у вас там 1 1 углекислота собирается советую специалисты открывать окна и чуть-чуть пускать свежий воздух проветривать чтобы ваше здоровье было лучше и жили вы дольше ну а так что сказать всего бояться не стоит пользуйтесь моими методиками покупайте правильные безопасные машины превратите машин которые у вас уже есть все легко и просто и любите долго и счастливо кому было полезно ставьте лайки подписан наш канал до свидания